В общем, хотела спросить, в интернете много слухов ходит, там версии разные различные, я знаю, вы же в тот момент вместе были, может быть вы расскажете нам, как все таки произошло. С самого начала или как? Ну как, я знаю, что вы приехали где-то 22 декабря. Ну да, приехали 22 декабря. Как бы все вместе, были времени, ну там я конечно с ней в туалет не хожу и как бы она уезжала сама там иногда, одна я в Египте, но отпускала ее с знакомыми людьми, которые в принципе знали, вот не с друзьями, но знакомыми вот, вот как бы, ну начну с самого начала, 31 числа прям, потому что до этого времени мы отдыхали, как бы гуляли, танцевали со всеми, гуляли вот. 31 числа после того, как мы сходили искупаться и позагорать, пошли к своим знакомым покурить кальян и чуть-чуть выпить перед Новым годом, я выпил, она чуть-чуть выпила, но я больше ее выпил, после этого в 5 часов мы пошли собираться искупаться. 5 вечера, да? Да, 5 вечера мы пошли собираться искупаться, собрались искупались, взяли бутылку шампанского, которую купили у Текилбург, было тоже и у Текилбург, который пили до этого у знакомых, то есть нормального производства все. Взяли шампанское, пошли в лобби отеля, мы там все собирались перед Новым годом, вот пошли выпили тоже со знакомыми, выпили часов в 7 вечера мы пошли, там сбор был в 6.30 или в 6, мы пошли в 7. Там тоже взяли по коктейлю и пошли внутрь, начали себе выбирать еду, взяли креветки, роллы и пельмени, клубнику. В 7 часов пошли в лобби от кафе, взяли шампанское. Да, вот пили шампанское, пошли уже, нет, в 7 как раз мы пошли уже коктейли. А, в коктейль. Пили, да? Да, по одному коктейлю мы взяли и пошли вовнутрь, они сделали отдельный шампанское, чтобы исправлять Новый год, полторы тысячи человек всех посадить. То есть отдельный шампанское построили этот отель. Мы пошли вовнутрь, взяли еду, креветки, роллы, пельмени и клубнику. Сели за свой стол, познакомились с кем мы сидели, как бы мы с ними не знакомы. А там была бабушка, был маленький ребенок и мама с отцом, маленького ребенка и его бабушка. Вот с ними познакомились, как бы начали с ними слегка потанцевать, потому что их просто развеселить. Новый год же, мы же со всеми общаемся. Вот с ними потанцевали и начали уже пить их не алкоголь, а ром со спрайтингом. Я брал для двоих, один приносил для марши и для себя. Начали уже танцевать, уже вышли со стола, уже просто танцевали, общались с теми знакомыми. У нас их было там много, потому что мы общательные люди, со всеми танцевать. После этого мы встретили еще одних знакомых, пошли к ним в номер выпить слегка мартини. Выпили мартини, пошли опять танцевать. Танцевали очень долго, опять со всеми общаемся, знакомимся. В 3 часа ночи она мне говорит, что ей не очень, что мы пойдем домой. Я говорю, пойдем, хорошо. Как бы я бы еще танцевала, мне бы было хорошо. Мы пошли в номер, и мы не могли час заснуть. Она говорит, что у меня головные боли, но в 4 часа мы заснули. Как бы я был тоже слегка пьяный, потому что Новый год. Как бы все не придало этому значения, но мы заснули. В 8 утра я встаю и говорю, Маша, пойдем завтракать. Она говорит, да, пойдем. Это было единственное слово. Открыла глаза, что-то поворочилось, и дальше спать. Я говорю, ну ладно, так как она спит, я тоже буду спать. Встаем, я встаю в 11. Смотрю на нее, что это не то. Как раз пришел один знакомый, к которому она была знакома, он за ней ухаживал, стеклянул. Вот, и он пришел, и я говорю, пойдем, мы ее отнесем, поможешь мне в ванну. Я думаю, сейчас ее искупаю, холодной водой она встанет. После алкоголя, как бы, мы точно встанем. Вот. Потом мы ее отнесли, я ее искупал холодной водой, ноль эмоций. Отнесли ее обратно за постель. Вызвали доктора. Доктор пришел через 20 минут. Доктор пришел через 20 минут. Начал пульс. Давление было низкое. Температура была 32,5. Он оказался очень странным. Приехали тоже люди, египтянцы, попросили к нему в мини-клинику при отеле. Он сделал ею пол. К сожалению, мы не спросили. Можно было, конечно, спросить, какой он был. Да, да, да. Мы не спросили. Пришел еще один наш знакомый, который мы в том году снимать отдыхали. В этом году решил с нами поехать. Но жил он не с нами. Он жил в другом вообще одном мире, там далековато. Вот, то есть нас было уже четверо. Вот, он говорит, доктор говорит, он говорил только по-английски. Один из наших знакомых, он говорил по-английски и все переводил мне. Он говорит, что нужно ее, доктор говорит, что нужно ее укрыть. И типа она останется здесь, что будет все нормально. Оставил номер телефона одному из знакомых, который говорил по-английски. и доктор ушел. Я укрыл ее двумя одеялами, переодел его, потому что футболка была мокрая. Переодел свою футболку. И как бы она лежала час. Один знакомый ушел переодеваться, потому что там нужно было ему отойти. А второй знакомый остался, с кем мы уже ему год общались. Вот, Маша лежит, слегка начало двигаться что-то. Я говорю, типа, я хочу очень кушать, ты иди, Андрей его зовут, ты иди, Андрей, и покушай. Я остаюсь один в номере, чтобы кто-то за ней смотрел. Он идет кушать. И в час дня случается очень страшное. У нее изо рта начинает идти пена с кровью. Я в панике, бегаю, смотрю, что у нее начинают синеть губы, я начинаю ее опрокидывать, чтобы это все вышло. С кровати это все идет и идет, я не могу никак это вывести из ее организма. Смотрю, у нее губы начинают синеть, что она не может дышать из-за этого. Я начинаю ей делать искусственное дыхание. Доктора, я никак не могу вызвать доктора, потому что искусственное дыхание ей нужно делать постоянно, никого позвать. Кое-как вызываю опять этого доктора. Они приезжают, забирают ее вместе, мы ложим на машину, чтобы отвезли к нему. Они увозят, я за ними бегу. Прихожу туда, они ей вдвоем, еще какой-то помощник там был, начинают ей очень сильно давить на живот и выкачивать это из организма. Я помогаю голову держать, ноги они наверх подняли, чтобы это все вышло. Кислородную маску, я смотрю, что кислородная маска очень сильно забита жидкостью, что она не может дышать. Они ее час не могли откачать. Вот, и, к сожалению, она скончалась. Примите нашу соболизм, мне, конечно, от всей редакции, от всей чуваши. Вы знаете, да, у нас Новочебоксарска, город у нас небольшой. Спасибо большое. А вы еще не уточнили, когда привезут тело Новочебоксарска? Еще не привезли ее мама. Я с мамой общался два дня назад. Она сказала 7-8 числа. Так, то есть завтра, послезавтра, да, где-то в этих... А как в Москву привезут, вы, значит, уже будете выезжать в Новочебоксарск? В Москву привезут. Да, я поеду на Новочебоксарск сразу, да, поеду на похороны, да. И мои родители тоже подъедут. Родители тоже? Угу. А вы давно с ней знакомы, да? Мы знакомы 8 лет, но, честно, начали общаться 6 лет. Мы 4 года праздновали Новый год вместе. В Москве всегда. Что? Вот последние 4 года вместе, да? Да. Новый год справляем. А так мы 6 лет вместе. Угу. То есть вы... А так мы 8 лет знакомы, 6 лет вместе общаемся. Угу. Просто нет отрицательных... Нет отрицательных... Качества, да? Качества. Угу. А так она, допустим, вы выходные тоже вместе проводили? Ну, или созванивались? Нет, ну, как созванивались, да, могли каждый день созваниваться, конечно. Вот. Проводили, когда у нее есть время. Потому что она работала на 3 работах, она еще курсы преподавала. Да. Вот один единственный выходной был, это воскресенье. Угу. То есть курсы по стоматологии или как? Да. Угу. А до этого она снимала квартиру, наверное, да? Или в общежитии жила? Она жила в общежитии до сих пор, в котором училась. А ты РУДН, да? Да, да. Договорилась там, что вот поживу там несколько месяцев, пока ключи дадут. Угу. То есть все это время она жила там? Она закончила в 2005 году? Она закончила... Я поступила в 2005. А, поступила в 2005. Да, в 2005 поступила. Она еще там заканчивала докторантуру, а еще что-то... Нет, а может и аспирантуру, да, еще очень много чего. А вообще у нее было какое-то предчувствие, может быть, вы там на самолет опаздывали, я не знаю... Нет, на самолет мы вовремя. Мы там со знакомыми обсуждали как бы смерть. А, ну просто, да, как обычно, да? Да, да, просто зашел какой-то разговор о смерти. Угу. Вот, но это было там 27-го, что ли, 26-го, где-то таких числа там. Угу. А она что-то, может быть, говорила, что там... Ну вот, честно, вообще не помню, что она что-то говорила. Мы как бы отслегка закрыли эту тему, что я говорю. Я не люблю эту тему, потому что я очень скептически отношусь к смерти. Угу. Вот, и мы ее там быстро закрыли. Закрыли ее. Я не помню, что она говорила. А таких знаков не было, да? Знаков что-то мне не понравилось, как бы это не только я заметил, что два дня ближайших 30-го, 31-го она ходила... Нет, 31-го, но 30-го она как-то и танцевала, уживяла что-то и какое-то не очень было с ней настроением, но мы обсуждали это, и мы говорили, что мы устали уже отдыхать, в принципе, и устали со всеми знакомиться. То есть очень много с кем знакомились, как бы все равно устаешь от большого количества народа. Угу, ну да. А, получается, вы жили в номере вдвоем, да? Да, да, вдвоем. Двоем. Ага. И вот, получается, тело потом забрали в Каир, и вы выехали, да? В каком выехали? Ее забрали в Каир? Да, да, в Каир, да. И вы после этого выехали в Москву, да? Ну, у нас, во-первых, вот не хватило одного дня нам. У нас вылет был 2-го числа вечером. Вот, я вылетел по своим данным. как бы один, ну, там со знакомыми тоже. Вот, а ее, да, увезли на следующий день. То есть 2-го числа увезли ее в Каир, Шармшейк. Потому что в Цинковом гробу ее привезут, в Москву только из Каира такие перевозки делают. Угу. Ясно. А вообще она планировала какие-то планы, может быть, строила? Нет, планы были как бы сделать у него, во-первых, черный вариант был. Вот, квартира сделать ремонт. У нас тоже были планы там съездить на Сенсейшн, как всегда на премиум с ТВ сходить, сходить на конце Джастин Тимберлэка в мае. А планов у нас, как всегда, было куча. Ну, я до сих пор как бы не верю. Я еще не осознал, что ее нет с нами, потому что мне очень плохо, когда ее нет. И я просто не представляю, как бы из нее дальше мне жить вообще. Ну, как бы жизнь, конечно, жизнь продолжается, но с ней она была, как бы... Ярче, да? Она у меня была жизнь. Ну, то есть она как друг вам, вы всегда советовались, да? Советовались, гуляли вместе, как бы ходили на премьеры фильмов, на концерты вместе. Как бы нам было с ней, у нас, мы одинаковые с ней. Объединяло, да, то, что вы смотрели в одну сторону? Такого человека нет, понимаете, у меня. То есть настоящий друг, да? Да, то есть мы с ней похожи во всем. То есть с кем надо познакомиться, мы идем вместе. С кем надо, там, потусить, потанцевать, там, мы похожи. Пробиться надо куда-то, мы вместе. Ну, то есть у нас, мы с ней одинаковые во всем. Вот.